Если кто-то нас, ребят, еще не знает, Алена Ивана Родионова, если вы сегодня на вебинаре, я всех рада приветствовать вас. Если вы на нашем вебинаре, значит, мы с вами в одной команде. Мы ваши, ваши стоящие информационные спонсоры, наставники в бизнесе. В бизнесе мы два с половиной года. Результат по команде оборот более 30 миллионов рублей в месяц. И более 100 директоров в команде с доходом от 30 тысяч рублей. И, соответственно, у нас есть небольшой такой опыт, который мы сегодня готовы с вами поделиться на тему собеседования и запуск партнера в бизнес. Также огромное спасибо за вопросы, которые вы писали в форму. В конце мы на них всех ответим. Спасибо за промоушн. Алена была на разогреве. Пока она не слышит, можно такую фразу сказать. Так, ну, смотрите, у меня есть два варианта. То есть передо мной сидит парочка, можно сказать, новичков. Они знают, конечно, уже про бизнес Reflame, да. Но можно поэкспериментировать на них. Второй момент. То есть если есть кто-то желающий подключиться, то есть и составить мне компанию, то без проблем это приветствуется. Смотрите, если есть желающие составить мне компанию, провести собеседование, то это приветствуется. Есть такие? Если нет, то я вот возьму кого-нибудь из компаньонов. Ну что страшно, ребят, ничего страшного. Есть? О, о. Давайте, кто? Кого подключить? Кто первый подключить? Ольга Агаркова. Давайте. Ольга, у вас все с микрофоном в порядке? Что-то Ольге я не вижу. Так, Ольга, я вас не могу найти, что... Так, сейчас с вами. Ольга, дал вам возможность говорить. Там нужно нажать кнопочку разрешить. Вверху, может быть, она появилась, там окошечко. Надо нажать разрешить. Так, ну вас не слышно. Нет, не видно. Так, ребят, давайте, кто другой кто-нибудь, кто уже подключался, может быть. Ольга, что-то не получает. Потом со спонсором потренируйтесь, зайти в комнату. Давайте, чтобы Алена там говорит, время у нас ограничено. Вот ими сюда, садись. С моей стороны. Личность многим уже знакомая, да? Здорово, народ. Артем Фельмонов будет мне подражать сегодня. Так, ну давайте, просто смотрите, какая идея. Это не мое сразу. Ну, подожди. Подожди. Я понимаю, что это не твое. Смотрите, то есть идея какова? Просто, чтобы вы поняли примерный план диалога, да? С чего его начать и к чему в итоге прийти надо. То есть я скажу сразу, я никогда не ставлю перед собой цель зарекрутировать каждого, да? И очень часто моя презентация заканчивается там на первой, на второй минуте. Поэтому, ну, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что Артем у нас... Я не буду продавать. Человек заинтересовывает. Ну, здравствуйте, Артем. Перед второй минутой. Если что, есть замена. Я уже знакомого привел. Он тоже, это тоже не его. Давай начнем с того, что тебя интересует вообще дополнительный доход. Интересно, мой доход вообще интересует денег. Ну, как вариант, можно послушать. Как вариант? Да. Сталкивался с сетевым бизнесом? Что знаешь, Илья? Ну, честно говоря, не сталкивался. Ну, слышал что-то в интернете. Чего слышал? Да, в основном негатив слышал. А позитив? Позитив? Не искал, да? Ну, как-то я не знаю. Мне предлагали, я все это даже не рассматривал. А что можешь сказать про компанию Reflame? Косметика. Как бы, только вот пакетики видел зелененькие. А кто-нибудь рассказывал, как с помощью компании Reflame можно зарабатывать деньги? Нет, не рассказывал. Нет, не рассказывал. Не рассказывал? Ну, это ходить косметикой торговать. Ну, на самом деле, не все так просто. А что, если я тебе расскажу информацию, как можно с помощью компании Reflame зарабатывать порядка 100 тысяч рублей, не ходя, не продавая косметику по которому? Ну, да, что-то я сомневаюсь я. Я тебе больше скажу, что этот доход, причем, будет официальный. Но одной через ИП. Интересно вообще. Через ИП? Через ИП. ИП открывать надо? Ну, не на первом этапе. То есть, сначала ты можешь познакомиться с информацией, попробовать. Если у тебя пойдет, то ты открываешь. Ну, давай расскажи. Про 100 тысяч? Про 100 тысяч. Интересно вообще? Сейчас больше. Ну, а какой доход тебе интересен? Я просто не думаю, что в сетевом можно зарабатывать много. Ну, я знаком с людьми, которые зарабатывают и 100, и 300, и даже знаком с человеком, которые зарабатывают 4 миллиона. Ну, таких же единиц все равно. Ну, кто сказал, что ты не можешь так объединиться? Ну, можно. Ты же уже где-то зарабатываешь хорошие деньги. Где ты, кстати, работаешь? Не скажу тебе. Ну, давай, ладно, хорошо. Проехали. То есть, смотри, то есть, система проста, как ты уже сказал, все верно. Арифлэм – это косметическая компания, у которой более полутора тысяч наименований продукции. Эта продукция разбита на несколько сегментов. То есть, это средства гигиены, это косметика, парфюмерия и продукты здоровья и волнас. Ну, отмечем вот эти вот, то есть, косметику, парфюмерию и волнас, оставим, допустим, сегмент средств. Что такое волнас? Волнас, я тебе попозже расскажу. Вот возьмем сегмент средств гигиены. Мы живем с тобой в городе Барнауле. Сколько в Барнауле проживает человек? Ну, тысяч часов. Сколько у вас в семью у нас в среднем на человека уходит на покупку средств гигиены? Как я говорю, в рыльно-мыльной продукции. Шампунь, мыло, гель для душа. Сколько в день уходит на ночь? Не знаю. Уже не надо спрашивать. Ладно, потом поинтересуешься. То есть, вот есть такой сайт. Сайт называется Росстат. И на нем опубликовываются данные разные статистические. В том числе, за 2014 год, есть статистика средняя покупка средств гигиены на одного человека. Там цифра примерно 700 рублей. Причем она примерно по России не равна. Согласен, да. То есть, ну, с 2014 года немного курс рубля упал. Допустим, эта цена поднялась до 1000. Не будем больше играть. То есть, получается, что в Барнаул каждый месяц эти 600 тысяч человек берут и покупают в объеме на 1000 рублей где-то рыно-мыльной продукции. Получается, город Барнаул каждый месяц берет и куда-то относится 600 миллионов рублей. Верно? Ну, 600 тысяч по 1000 рублей. Да. 600 миллионов. То есть, есть где размахнуться? Ну, по идее, да. Вот смотри, вот компания Reflame позволяет на самом деле зарабатывать на этой банальной примечке людей. Хорошо выглядеть, быть чистыми. Ну, а Reflame какой процент в этом 600 миллионов? Ну, на самом деле, небольшой. Ну, сколько? В среднем на одного человека приходится заказ по России порядка 6 с лишним рублей. На одного человека. Мыло в Reflame стоит 35 рублей. То есть, получается, что один человек покупает себе одну пятую кусочка мыла. Это вот то, что люди, вот, в примерный процент компании Reflame на рынке. А сколько лет Reflame брали в Барнауле? В Барнауле? Ну, в России 20 лет. То есть, за 20 лет, вот, лишь такой сегмент. То есть, зачем вы такой маленький? Ну, видимо... Потому что я еще не зарегистрировался. Хороший вопрос. Как можно заработать с компанией Reflame? То есть, вот, какой доход, ты говоришь, тебя интересует? Ну, меня вообще интересует, ну, как новичок, да? Да. Ну, любой вопрос. Ну, давай 100 тысяч. Чтобы зарабатывать компанией Reflame 100 тысяч рублей, тебе необходимо продать косметики на 1 миллион рублей. Как тебе такая конструкция? Руки трясутся. На миллион? Да. Да, я с бабуна просто. На миллион. В месяц? Ну, это невозможно. Все верно. Если ты будешь продавать еду. Ну, а как? А вот теперь давай опять логически подойдем к этой проблеме. То есть, вот, нам нужно продать на миллион. Мы знаем, что один человек покупает себе на тысячу. Что, если просто организовать тысячу человек, которые купят себе что-то на 1 тысячу рублей? Компания Reflame. Перестанут ходить в розничный магазин, в Новокс, допустим, у нас, а начнут покупать в компании Reflame. Будет результат достигнут 1 миллион? Ну, теоретически, да. Дальше. Где найти тысячу человек? У тебя есть только знакомых? Нету. Что делать? Комиться? Ты готова. Ну, обычно на такой вопрос более шокированно отвечают. На самом деле не надо тысячу человек. То есть... Надо или не надо? Не надо тебе лично приглашать тысячу человек. То есть, этот бизнес уже развивается с 40-ми годов вообще с Америки, он начался в 40-х годах. И уже есть определенные технологии его построения, которые проверены временем, благодаря которым многие люди уже достигли хороших результатов. Технология проста. То есть, твоя задача на первом этапе найти 5 человек, которые не просто будут покупать себе продукцию, а которых еще интересует дополнительный заработок, либо основной заработок, возможная идея создания своего бизнеса, который будет приносить большой доход. Как ты думаешь, можно найти 5 человек среди твоих знакомых? Так, а в чем бизнес-то? Ну, наверное, 5 человек, а и что они чем будут заниматься? Продавать, ходить? Нет, не совсем. То есть, задача найти 5 ключевых партнеров. То есть, 5 человек, которые заинтересованы не просто покупать себе продукцию и не продавать, а которые заинтересованы построением бизнеса. Сейчас я объясню, что они будут делать. Вот просто можно найти 5 человек, которые готовы покупать продукцию Арифлейм, а не в магазине, и которых интересуют деньги? Ну, можно, допустим. Среди твоего окружения, а может даже и в сети интернет. По всей России. Ну, пусть и можно. Вот теперь смотри, задача и тебя, и я делаю ту же самую работу. И твоя задача, и задача каждого твоего ключевого партнера выполняет всего лишь 3 правила ведения этого бизнеса. Первое. Организация личного объема продаж. Что это значит? Сейчас объясню все. Второе. Заинтересованность в построении бизнеса. То есть это приглашение, поиск партнеров, поиск людей, которых не присутствуют деньги, построение команды. Я сейчас все расшифрую. И третье. Это обучение. Что такое? То есть вот 3 правила. Первое. Организация личного объема продаж. У компании есть условия. Для выплаты зарплаты бонусов тебе необходимо делать 150 баллов бонусов. То есть что такое балл бонусов? Это внутренняя валюта компактов. Равна примерно 30 рублей. Один балл бонусов. Соответственно, 150 баллов, это необходимые условия личного объема продаж, примерно равны 5 тысяч рублей. То есть, чтобы ты получал зарплату, обязаловки нет. Ты можешь попробовать зарегистрироваться в этом бизнесе. Там делать, допустим, не 150, а 10 на первом этапе баллов, 20. Ну, сколько тебе надо в себе покупать. Когда ты видишь, что этот бизнес работает, приносит результаты, задача просто научиться делать 100 баллов. Распространить? Нет, на самом деле все делается проще. Потому что, если мы знаем, что один человек покупает на ему 1000 рублей, то есть, допустим, вам там на 7 что-то надо, себе купили, да, нашел среди своих знакомых людей, которые просто у тебя будут покупать, возможно, со скидкой, с небольшой, да. То есть, они просто... Распространять? Распространять это ходить и показывать каталоги. Я тебе не зову показывать каталоги. Посмотри, к тебе пришла, допустим, знакомая. Чай попить. Меня жена убьет нахер сразу. Попали. 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 В общем... Знакомые ко мне чай пить не хотят. Жаль, кто сейчас маленький не видит. Люди желают их просто... А вот пошли, пошли. Пошли, смотри. Пришел знакомый со своей знакомой. Как твои женения? Ну, семейная пара, ваши друзья. Пришли к вам чай попить? Мы так этим не занимаемся. Чай попить. Ладно. В гости, допустим. На день рождения. Ты можешь предложить им покупать, допустим, сначала ты можешь предложить бизнес, если они не заинтересуются, предложить просто через тебя заказывать. Пусть они тебе помогут бизнес создать. Они же все равно где-то это покупают. Логичнее? Ну, допустим, да. То есть, рано или поздно можно научиться делать тупи собак. Я тебе больше могу сказать, это что у нас есть техники как делать отличный объем продаж не выходя из дома. Не выходя из дома с помощью интернета, с помощью телефона. Без беготни из каталога. То есть, в общем, при желании научиться это делать. Ну, на самом деле, вот просто себе это все. Понятно. Вот, видишь, про Велма спрашивал, стоят коктейли, витамины, плюс у нас, у нас вообще уходит порядка 500 баллов. Это вся наша родня заказы учреждения. Компания Арифлэн. То есть, выходит в среднем на 8. Но это обязательно, да? Для получения зарплаты это обязательно, но тебя никто не выгонит, если ты этого не сделаешь. То есть, если ты зарегистрировался и, допустим, у тебя есть 4 месяца, чтобы ты можешь вообще не делать заказ. И в течение этих 4 месяцев, то есть, ты можешь не делать заказ, но ты будешь в бизнесе, ты можешь попробовать этот бизнес построить. Если у тебя там, ну, ты видишь, что это не твое, ну, ради бога, никто тебя ругать за это не будет. Не уволят, не штат, ничего не будет. То есть, можно попробовать, и ничего не теряешь. Уложений получается никаких нет. То есть, это первое, то есть, надо заказы делать? Ну, для начала, просто начни заказывать для себя. Попробуй продукцию, чтобы, если она тебе понравится, ты жгешь ее за новую. про то, что я говорил, поиск партнеров, да? Как найти заинтересованных людей? Вот, помнишь, я говорил про 5 человек, да? Людей, которые интересуют именно бизнес, вот, ты можешь сходу вот так мне сказать, из твоего окружения, кого бы заинтересовал этот бизнес? Да не знаю, никого не знаю. Вот, чтобы найти таких людей, нужно просто перебрать большое количество. Просто рассказать вот эту же информацию, которую я тебе сейчас расскажу. Большому количеству людей. Причем, заметь, я никогда не удовариваю людей. Я просто даю большому количеству людей информацию и находятся те люди, которые говорят, слушай, классно, интересно, я хочу попробовать. Наверное, будут такие. То есть, чтобы перебрать большое количество людей, я называю вот этот метод 10 контактов в день. Каждый день находить новых 10 человек среди своего окружения, может быть, незнакомых людей и задавайте им простой вопрос. Тебя интересует дополнительный доход? Причем, это чтобы по максимуму естественно от тебя звучало. Вот как бы ты позвал человека в кафе? На полном своего. Чай попить. Позвонил, да позвал. Вот. Позвони и спроси, как дела, а потом спроси, интересует ли человека доход. Вот как бы это по максимуму естественно от тебя звучало? Если человек интересует доход, означает им встречу или поставит собеседование, я подключусь, расскажу ему эту информацию. Твоя задача на первом этапе звать людей на спонсора, то есть на меня. Я буду рассказывать людям информацию. Максимально просто. Если человеку неинтересно, ему будет приятно нам познакомиться. Если интересно, он будет твоим ключевым партнером. Регистрируется в твою уже команду. Угу. То есть 10 контактов в день. Просто в привычку это взять. Если ты будешь вот это правило выполнять на протяжении полугода, ты пообщаешься с двумя тысячами людьми. Верно? Почти с двумя тысячами. Так у меня нету столько. Радюш? Кто хочет сто тысяч срабатывать? Я или нет. Я не хочу сто тысяч или что? Сплю им. Третий момент обучения. Обучение у нас проходит все онлайн. То есть еще один кромендат пришел. Вебинар не знаешь, что такое? Нет. Сидишь дома, это ничего. Это про другое. То есть вебинар это вроде как семинар, только это происходит все в режиме онлайн. Ты сидишь дома с чаем, есть спикер, возможно даже два, он расскажет какую-то тему, показывает слайды, ты сидишь, слушаешь, можешь задавать вопросы. Обязательно с чаем? Ну, с чаем. Друзья, не мешай себе себе. Человек, мужик, вы что меня обрабатываете? что-то твое. Да, большестоящий спонсор, сейчас он тебе чай не мешает. Человек, какой год. Давай, не отвлекайся, потом познакомься с мужиком. То есть задача твоя просто в нашей команде есть уже более 100 человек, которые, ну, практики этого бизнеса, они добились результатов, причем результаты доходы от 30 до 400 тысяч в месяц. Ну и что, покажи мне хоть одного. Я тебя с ними потом познакомлю. Этот что ли? Более того, то есть они рассказывают, как этот бизнес строить. Причем они этот бизнес создали не там когда-то 10 лет назад, последние два года. Так, вы выйдите отсюда. Алё, ну ты хоть на смеси здесь. А я что? Ну ты прямо Артёма, кандидата отбираешь, он сейчас не может сконцентрироваться и уловить идею бизнеса. Уведи его. Чего вы тут кокма устроили? Серьезное дело, ребят. Всякое бывает на собеседовании. Бывает, и ребёнок зайдёт. Ребёнок зашёлся. То есть вот это три действия, которые надо делать. Учится организовывать личный объём продаж. Второе, поток людей, которые будут просто слушать информацию и определяться, нравится им это или нет. Третий момент это обучение. Просто есть что-то сверхъестественное. Я не понял. А на косметику кто продаёт? Вот теперь смотрим дальше. Ты смотри, твоя задача на первом этапе найти пять человек, которых заинтересует этот бизнес. Они будут... Ты будешь рассказывать? Я буду рассказывать. До тех пор, пока ты скажешь, так, слушай, я понял, отойди, не мешай. Либо пока я скажу, слушай, надоел уже, давай сам. Но поверь мне, пять встреч я тебе проеду. А если я за пять встреч не научусь? Научишься постоянно в этом. Ну, надо будет еще пять. Ну, понятно, ладно. то есть вот это первый этап бизнеса. Найти пять человек. Следующий этап бизнеса помочь этим пятерым проделать ту же самую работу. Так же, как я. Чтобы они уже нашли пять человек либо из своего окружения, либо познакомились с новыми людьми. Чтобы они нашли пять человек, которых интересует этот бизнес. Следующий этап это научить своих пятерых обучать своих партнеров делать ту же самую работу. Понятно. Что получается? Пять на пять двадцать пять, двадцать пять на пять сто двадцать пять, двадцать пять на пять сто двадцать пять. Если все сложить, получается 781 человек обучает тебя. Я просто выручил сразу уже, не обращая внимание. Вот теперь представь, каждый из них купил себе что-то на тысячу рублей. А некоторые еще выполняют условия, они хотят зарабатывать эти люди, выполняют условия 150 баллов, соответственно объем продаж неминуемый приблизится к 1 миллиону рублей. Согласен? Но это все теория. Верно? Как выходит это все на практике? Я тебе из практики могу сказать то, что допустим тебе понравился этот бизнес и ты сказал я хочу попробовать. И мы с тобой начали перебирать твоих знакомых ты приводишь знакомых не знакомых людей я им рассказываю презентацию потом ты начинаешь самостоятельно это все делать и скажем на второй или третьей неделе находится твой первый ключевой бизнес партнер вот этот один из пятерых Василий говорит классный бизнес хочу попробовать и скажем через полгода это у нас такой средний срок для человека который серьезно пришел в бизнес серьезно начал действовать по системе Василий выходит на ловень директора директора компании что это значит это значит что у Василия организовалась команда которая делает объем продаж на 200 тысяч рублей в месяц то есть доход при этом Василия порядка 30 тысяч рублей в месяц более того Василий знает что нужно делать чтобы его доход рос его команда развивалась его доход рос он дальше работает самостоятельно наша задача до уровня директора научить его работать самостоятельно какой тебе плюс от того что Василий научился здесь деньги зарабатывать вот с того момента как Василий выходит на уровень директора компания Reflame тебе платит 5% от объема продаж его команды сколько это примерно будет 10 10 10 10 10 точно сколько чего в этом случае то есть там не 10 получается там больше 200 тысяч 5% 10 так то больше да то есть с чем я обычно это сравниваю вот как можно Василий дальше работать самостоятельно где можно еще зарабатывать 10 тысяч рублей ничего не делать это налогия в голову приходит ничего не делая что-то вот такое сделать чтобы зарабатывать 10 тысяч рублей вот я всегда пример ставлю купил в Барнауле однокомнатную квартиру за полтора миллиона сдал ее в аренду за десятку то есть вот там пассивный доход что проще пообщаться с 50 людьми найти одного научить его зарабатывать здесь деньги строить команду или накопить полтора миллиона общаться проще suficiente верно вот этим мы и занимаемся общаемся с большим количеством людей но пока общаемся с большим количеством людей не с тем чтобы найти тех людей которые должны что-то себе покупать я даже больше скажу мне интересны люди которые будут ходить с каталогами и продавать 10-20 тысяч рублей но мне интересны люди которые придут и поймут этот бизнес начнут здесь зарабатывать 30, 50, 100, 150 тысяч рублей с большими амбициями. Я готов им помогать. И вся работа заключается в том, чтобы общаться с людьми и находить таких единиц. Найдешь 6 директоров первой линии. Это уровень бриллиантового директора. Доход от 150 тысяч рублей. Хочешь больше? Исполнительный директор. 12 групп. Доход от 300 тысяч рублей и все упирается в твои амбиции. Насколько ты готов поработать? Круто. Но самое интересное, это еще не круто. И ничего не все? Еще не все. Круче всего то, что когда эти группы развиваются, во-первых, компания платит тебе 5 процентов от товарооборота каждой группы, лично приглашенного с тобой директора. Так, а 6, если по 5 процентов, это 10 тысяч, 60 тысяч. Смотри, если они развиваются, если ты делаешь все правильно и люди не останавливаются на достигнутом, а также обучают свою команду зарабатывать деньги, товарооборот этих директорских групп растет. 5 процентов остается. Но когда у этого человека в команде появляется директор, его товарооборот считается отдельным. И компания платит его спонсору 5 процентов с товарооборота этого директора, а тебе 2. Но прикол в чем? Вот этих людей, директоров второго уровня, ты можешь даже не знать. Во-первых, не ты их лично пригласишь, а во-вторых, ты их даже можешь не знать. А компания все равно платит тебе денег. И вот так компания платит бонусы до 6 уровня глубину директоров. Проценты там поменьше, но представь, сколько там может быть директоров. Вот я тебе просто привезу на обычном примере. Когда-то одна семейная пара пригласила в бизнес одну девушку, студентку. Спустя 5 лет студентка вместе с мужем разобрались в этом бизнесе, зарабатывают здесь хорошие деньги, работают последние несколько лет самостоятельно, а компания этой семейной паре платит порядка 100 тысяч рублей за эту одну регистрацию. Немножко какие-то перспективы открываются, скажем, через 2 года работы в этом бизнесе, через 5 лет. Ну и что, и как долго таких искать? Ну, статистика примерно такова. Общавшись с сотней людей, примерно 5 человек находятся активнее в бизнес-портале. Причем, если ты правильно донес до них информацию, а не просто там сказал, пойдем в Oriflame, либо скинул какой-то шаблончик, а именно пообщался, раскрыл человеку именно суть и пассивного дохода. Кроме дохода, компания еще вывозит людей на конференции, то есть это с уровня менеджер, в этом году это будет Сочи, в прошлом году это был Египет. С уровня золотой директор, когда у тебя 2 группы, это золотая конференция, в этом году это будет Кипр, в следующем году это будет лайнер, даже 2 лайнера. По Средиземному морю. Круто. Причем за счет компании. Гриллиантовая конференция, когда у тебя будет 6 групп, компания будет приглашать, но это уже, скажем, такой элитный лондон. В этом году это было в Абудаве, в следующем году Майами. Майами за счет компании. И исполнительные конференции. Ну и помимо этого еще бонусы в виде, с уровня директора можно оформить Шкоду Рапид, причем оплачивать ее будет компания, с уровня бриллиантовой директора Вольво автопрограммы. Ну это как бы уже по ходу разберешься. Нюансы. В общем, если делать, я не скажу, что этот бизнес простой. Вот самое трудное, это вот именно заставить себя систематически делать определенные действия. Действия простые, согласись? Ну, с людьми разговаривать. Да, давайте информацию. Как ты думаешь, если ты пообщаешься с двумя тысячами, будет результат? Ну, явно будет, сколько на это времени просто уйдет. Хочешь зарабатывать большие деньги? Да. Начнем? Или за тебя, наверное, подумать время? Мне не надо, чтобы ты просто зарегистрировался там, ну как сказать, зарегистрировался и ничего не делал. Нужно, чтобы это был осознанный шаг. А тебя не требуется никаких уважений. Я ищу людей, которые заинтересованы именно достичь результата. Если готов, можем начинать. Да, сможем посоветоваться. С ним? Ну, я понял. Скажите. Народ понял, ладно, нет? Открыли чат? Ребят, можно вопросы задавать? Вопросов нет, все-все поняли. Ну. Как говорит Владимир Порежаев, взяли меня, слово-слово записали и говорим, говорим, то же самое. Вещает столица продвижения, город Барнаул. Надо было, вот, раздражение пишет, надо было раньше начинать. Вы знаете, когда я сидел на презентации, в 2001 году, как говорят люди, когда я сидел на презентации, со мной рядом сидела девушка. В 2001 году. Так вот, когда нам рассказали презентацию, она сказала, все здорово, но надо было раньше начинать. Так что, ребята, это было 15 лет назад. Знаете, вот я, на самом деле, за те немалые, ну, маленькие, маленькое время, вот за то маленькое время, пока я в компании, я видел много людей. Причем, когда мы пришли в эту компанию, некоторые были на более высоком уровне, чем мы, да. Но сейчас почему-то вот этих людей нет бизнеса. Причем люди были классные, хорошие, да. И более того, то есть я также встречал людей, которые приходили после нас. Я до сих пор их встречаю, да. Год назад, полгода назад, в нашу команду, не в нашу команду. Но они добиваются результатов. И знаете, я какое отличие заметил между теми и другими? То есть дело даже не в характере. Вот все люди, которые добиваются здесь результатов, они все разные. Разные по возрасту, разные по характеру, по темпераменту, по подаче информации. То есть вот я, допустим, вот так рассказываю про бизнес. Вот взять Надежду Санику, вот она здесь присутствует, она вообще по-другому все рассказывает. И объединяет людей, которые добились результатов, лишь одно. Они не останавливаются. То есть единственное, когда человек может здесь не получить результат, это просто-напросто остановиться. Провел там пять встреч или десять встреч, и бизнес не работает. То есть я вам гарантирую, я не знаю примерно сколько мы презентаций провели разных. Но эта цифра, наверное, около двух тысяч человек, которым мы дали информацию. Где-то, возможно, через вебинар, где-то на несколько человек презентацию, где-то лично. То есть вот если проведете две тысячи встреч, пусть на это уйдет два года, три, четыре, пять. Вот я когда пришел в этот бизнес, я понял, что уровень бриллиантового директора – это доход 150-200 тысяч рублей. Это правда. Для начала. То есть все, что нужно сделать, это всего лишь найти шесть человек. Шесть человек, которые действительно заинтересуют этой возможностью. И когда я вот эту понял идею, я для себя сказал, пусть на это уйдет пять лет, но вот таких результатов, как, допустим, доход бриллиантового директора, многие люди за всю жизнь убиваются. А здесь пять лет. Они так или иначе пройдут. У нас многие люди, вот Анна с Александром Шапиром, Анна, когда пришла в этот бизнес, вот они, кстати, сейчас на уровне бриллиантового директора. Можно им поаплодировать. Прошло где-то полтора года с момента их регистрации. Нет, два, наверное, да? Скоро два будет. Ой, два с половиной. Да, два с половиной. То есть, и Анна первое время работала учителем. Александр, можно сказать, не помогал ей. То есть, и, понимаете, даже параллельно совмещаясь с работой, я, насколько помню, Аня ровно через там девять месяцев подала заявление на увольнение, потому что доход в Арифлейм сравнялся с ее доходом учителя. Причем доход у учителя у нее был довольно-таки высокий. Понимаете, параллельно с основной работой. Так или иначе пройдет какой-то отрезок времени. Год, два, пять лет, да? Они все пройдут. Вопрос, что мы будем в это время делать? Вот этот бизнес позволяет добиться таких результатов, как создать себе доход, который перекроет там доход на работе по найму и перекроет там свои какие-то потребности житейские. Соответственно, уборившись с работы, можно будет освободить кучу своего времени, направить его на развитие бизнеса. Когда вы создадите бизнес, вот представьте, там шесть или двенадцать человек, которые работают самостоятельно, да, вы их научили работать самостоятельно, они обучают уже других людей. Вы можете себе взять там отпуск, причем отпуск, когда вы не переживаете, что что-то здесь сломается или еще что-то. Потому что каждый здесь заинтересован в развитии своего бизнеса. На что люди покупают еду, пока здесь нет доходов, да, кто-то работает в наемной работе, кто-то родители, да, спонсируют, спасибо им огромное. У кого-то есть накопление, да, то есть у всех по-разному. Все приходят и все в одинаковых и равных условиях, в принципе, сюда приходят. У меня вообще с пятнадцати лет всегда было желание самостоятельно себя реализовать без помощи родителей в какой-то сфере, да, в которой, то есть я могу сама себя реализовать. И в пятнадцать лет мне раздавашки, и промоутером ходила работать. То есть всегда была такая, хотя помогали хорошо. У нас тут система... Быстренько, вот два-два-два. Вот смотрите, вот два возражения отвечаю и все. Арифлейм никому не нужен. Вот здесь, знаете, я очень люблю оперировать цифрами. То есть вот первое, это с чего я презентацию начал, да, большая цифра, вот именно взял город Барнаул. Я не брал там всю Россию, да, взял город Барнаул, 650 миллионов, ну, больше полумиллиарда рублей люди тратят, да, на это. То есть уже можно. Второй момент, то есть когда люди говорят, Арифлейм никому не нужен. Здесь можно привести цифру, как три миллиона человек зарегистрированы в компании по всему миру. То есть три миллиона человек. Это причем не просто люди, которые себе берут, да, а также их окружение, допустим, у них заказывает. То есть получается аудитория там, ну не знаю, пару десятков миллионов людей, которым нравится продукция Арифлейм. Знаете, я никогда не дохожу до обсуждения качества продукции. Если уж 20 миллионов людей себе заказывают, раз уж компания 50 лет на рынке, значит, я думаю, наверное, продукт достойного качества, да. Так вот, у нас тоже был сразу же 96 рублей первая зарплата. По поводу статистики, ну, конкретную статистику я не могу сказать, потому что мне очень много людей приводят уже наши партнеры, менеджеры, там, новички, да. Ну, насколько я знаю, как бы люди регистрируются, да. Я не ставлю перед собой задачу там, чтобы у меня каждый второй регистрировался или там каждый третий, да. Я ставлю задачу найти людей, которым действительно это интересно. По поводу, допустим, собеседований, презентаций, которые я лично провожу, да, ну, может быть, где-то один из трех, один из четырех. Причем вот среди этих людей есть предприниматели. Единственное, что я могу сказать, люди никогда не говорят, ой, все, не надо, мне это не интересно. У нас всегда приятная беседа получается, и даже если человек в конце говорит, ну, я подумаю, да, и в конце он там, через день я ему звоню, он говорит, знаешь, у меня там дела, либо еще что-то, предприниматели там, как всегда, планы расписаны на год вперед. Я знаю то, что я дал качественную информацию человеку, и, ну, просто вот на данный момент времени она его не зацепила. У нас есть много случаев, когда люди приходили просто презентации, там, через полгода, через полтора года. То есть, понимаете, задача не, там, включить мозги человеку или, там, зажечь его, да, заразить, а задача просто найти тех людей, которые ищут возможности. А это просто работа со статистикой. Сним семена и дальше продастают. Все, ребят. Ну, про паспортные данные, Юрий, вот сейчас пример, да, собеседование с человеком показали. Как вы думаете, если в конце стоит вопрос регистрации у человека, ну, если он не совсем уж неадекватный, да, человек, ну, 99%, что человеку все будет нормально, и сразу пройдет регистрация. Также есть у нас объяснение, для чего нужны паспортные данные, да, если вы человеку говорите, регистрация на официальном сайте, можете позвонить на горячую линию в компанию, можете приехать в сервисный центр. И также, как вы там в гостиницу заселяетесь, да, у вас тоже спрашивают паспорт, здесь ли идентификация и под следующего дохода, так как у нас компания официальная, да, это потребуется. Вот, так, почитаю еще чуть-чуть и пойдем по запуску. Запрещено размещать объявления, ну, потому что администраторы завидуют, что в Арифлэм такие зарплаты, поэтому запрещено. Государству не выгодно, чтобы были умные люди, выгодно, чтобы много было наемных сотрудников, рабских.